В эфире новости. В студии работает Ася Лайдар. Здравствуйте. Коротко о главных событиях сегодняшнего дня. Семейчане приняли участие в экологической акции. Тазахазастаны посадили сеянцы в лесном резервате Семьормана. Сезон паводков. Качество питьевой воды ухудшается, а специалисты предупредили жителей. Обмен опытом от продвинутого специалиста. Высококвалифицированный эксперт из Германии провел мастер-класс в семье. Вице-министр просвещения Арая Уразова и председатель комитета по обеспечению качества в сфере образования Ернур Дауенов проводят мониторинг организации образования, посещая регионы, пострадавшие в результате паводков. Представители министерства также посетили область Абай и ознакомили ситуации. Вице-министр просвещения Арая Уразова и председатель комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения Республики Казахстан Ернур Дауенов обижают все населенные пункты, пострадавшие от паводков. В ходе визита они ознакомились с ходом обучения и состоянием организации образования в области Абай. Главной целью для нас является проведение качественного образования в организациях образования, переведенных на дистанционное обучение. На сегодняшний день министерством сформирован список затопленных организаций образования, в которых будет контролироваться проведение текущего или капитального ремонта, а также организация других необходимых мероприятий. Кроме того, во всех организациях образования, перешедших на дистанционный формат обучения, будет обеспечено необходимое оснащение учащихся. Паводковая ситуация в области Абай стабильная. Нет организации образования, перешедших на дистанционное обучение. Все работают в штатном режиме. Паводков в области Абай нет. Ситуация стабильная. Образовательные учреждения работают в штатном режиме. Эвакуированных детей тоже нет. В Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Атараусской и Североказахстанской областях сложилась сложная паводковая ситуация. Государство оказывает пострадавшим соответствующую помощь. В зданиях 57 организаций образования по всей стране размещены эвакуационные пункты. В настоящее время ведётся работа по размещению детей в местах, наиболее подходящих для занятий. С начала паводка более 3000 детей направлены в оздоровительные центры, общежития, инновационных школ, лицеев, вузов и колледжей. Важно обеспечить безопасность каждого ребёнка, поэтому представители министерства выезжают в регионы и проводят встречи с детьми и преподавателями. Согласно поручению президента Касымжу Марта Тукаева, до 2025 года в стране необходимо высадить 2 миллиарда деревьев. Поэтому в рамках акции «Таза Казахстан» в нашей области провели посадку сеянцев. Подробности расскажет моя коллега. В области Абай продолжают проводить субботники в рамках республиканской экологической акции «Таза Казахстан». В городах и районах ведутся работы по озеленению, санитарной очистке и уходу за деревьями. В минувшую субботу на территории резервата семьи Орманы высадили более 25 тысяч сеянцев. Вы знаете, что семей всегда был окружен нашим ленточным гором. Реликтовый ленточный борт имеется в Канаде, поэтому наша задача его сохранить. И жители нашей области занимаются и посадкой, и очисткой наших населенных пунктов полностью. То есть мы поддержали инициативу главы государства. И с 1 апреля у нас двухмесячник по очистке гор семей. Ну, вы видите, это сегодня не только здесь, не в Ленточном Борусе, сегодня на поселке Водный Восточный занимается. Вчера работали, на прошлой неделе на острове, ну, чистили город. В принципе, это происходит повсеместно во всех районах нашей области. Экологические акции в различных направлениях планируется проводить еженедельно. В каждом субботнике активное участие принимают государственные частные учреждения, общественные организации, студенты и просто жители области. Лесники рады, что общественность откликнулась. Много организаций, особенно молодежь, руководство Акима области приехало. И все Акимы, все правоохранительные органы, все участвуют в этом. Все равно какую-то лепту каждый гражданин, если в нашей стране будет вносить нашу, именно вот по посадке деревьев, свою лепту вносить, это будет огромный плюс нашей зеленой экономики Казахстана. У нас приглашены организации, это футбольный клуб «Илимай», это все различные банки, которые изъявили желание восстановить наш леточный бор. На сегодняшний день мы посадили 6 гектаров с количеством сеянцев, 25 тысяч штук сеянцев. Участники акции говорят, что для охраны природы гражданам необходимо не только поддерживать чистоту, но и соблюдать правила пожарной безопасности. Ну, конечно, хотелось бы учесть, чтобы люди придерживались техники правил безопасности, чтобы не бросали костры, чтобы все тушили обязательно, особенно выбрасывали мусор. Даже если учесть, допустим, посмотреть на Иртыш, то есть большое скопление мусора скопилось там. И хотелось бы, чтобы каждый человек внес вклад и, естественно, убирал за собой. Всего в текущем году в нашей области планируется высадить 29 миллионов молодых растений. Специалисты говорят, что это позволит значительно улучшить экологию нашего региона. Экологическая акция прошла и в Бескарагайском районе возле Аккольской мечети. Этот объект входит в список памятников местного значения. Местные жители говорят, что святые места особенно важно содержать в чистоте. Жители Бескарагайского района активно участвуют в экологической акции, поэтому за короткий промежуток времени им удалось вывести уже около 15 тонн мусора. В акции приняли участие многодетные малообеспеченные семьи и волонтеры района. Всего около 200 человек. Задействовано 5 единиц спецтехники. В настоящее время мы вывезли около 15 тонн мусора. Это мероприятие проводится во всех населенных пунктах района. За 7 дней в нем приняло участие около 7 тысяч человек. Аналогичное мероприятие в ближайшее время пройдет на озере Шошхало Бескарагайского района. Помимо различных учреждений и волонтеров, в субботнике решили принять участие люди старшего поколения, а также многодетные семьи. Среди них семья, воспитывающая шестерых детей. Мы решили внести свой вклад как многодетная семья и принять участие в этой акции. Проводим очистку территории Ак-Кольской мечети. Хочу поблагодарить собравшийся народ за проводимую уборку. У нас все делают, дороги ремонтируют. Большое спасибо и нашим Акимам за развитием благоустройства села. Я очень признательна. Важно отметить, что акция «Таза Казахстан» может стать в дальнейшем доброй традицией. Ведь главная и общая цель проведения подобных мероприятий – воспитать у молодежи экологическую культуру и бережное отношение к окружающей среде. Ботагуздан Дыбаева, Нурлан Уразалин, Телеканал Семей. В городском субботнике, организованном в каждом микрорайоне Семе, приняли участие не менее 15 тысяч человек. Вышли на уборку территории жителей поселка Восточный. Стихиные свалки, мусора на улицах, рощицы, заваленные пустыми бутылками и отходами, и приток Иртыша, где воду едва возможно разглядеть под грудой мусора. Аким города Нурбул Нурсагатов совместно с жителями поселка Восточный принял участие в уборке и призвал граждан бережнее относиться к окружающей среде. «Откровенно говоря, становится привычкой выбрасывать мусор вокруг того места, где мы живем. Я постоянно настаиваю на том, что это неправильно. Мы должны научиться формировать общественную культуру», сказал Нурбул Нурсагатов. Участие в субботнике принимают сотрудники Акимата, городская молодежь, волонтеры, предприниматели и неравнодушные жители города Семей. Компания по уборке территории в рамках двухмесячной экологической акции «Тазах-Казахстан» продлится до конца мая текущего года. «Пришли от имени спортивной школы. Убираемся в нашем любимом городе. Пусть город всегда будет в чистоте». «На субботник пришли сотрудники всех учреждений. Все собрались, чтобы содержать наш город в чистоте. Каждый из нас вносит свой вклад в обеспечение чистоты и порядка». Быстрый подъем уровня воды, вызванный сильными дождями, бурным таянием снега, а также порывом плотин и затоплением окружающей местности водой представляют большую угрозу для населения. Последствиями могут стать загрязнения питьевой воды источником водоснабжения и почвы. Мы узнали у специалистов, какую опасность представляют паводки для здоровья человека. Эпидемиологи сообщают, что сезон паводков – время неизбежного ухудшения качества водопроводной воды. Поэтому имеется опасность попадания с водой источников микробного и вирусного загрязнения и риск возникновения инфекционных заболеваний. Это в первую очередь относится к таким инфекционным заболеваниям, как брюшной ТИФ, дезинтерия, вирусный гепатит А, острые кишечные инфекции, вирусные теологии. «При угрозе наступления паводков обязательно очищается придомовая территория, проводится откачка надворных туалетов, всех санитарных узлов и септиков. При наступлении паводков запрещается употреблять воду из всех источников водоснабжения, подвергшихся подтоплению, в том числе колодцы, трубчатые колодцы, источники центрального водоснабжения. Воду нужно пить только бутылированную или привозную соответствующего качества». Помимо этого, не стоит употреблять пищевые продукты, подвергшиеся воздействию паводковых вод, например, продукты, которые находились в погребах, овощехранилищах или на которых имеются следы от грызунов и насекомых. Во время наводнений и паводков санитарно-эпидемиологические меры играют важную роль в предотвращении распространения инфекций и болезней. С начала паводкового периода по области Абай усилен мониторинг за пищевой водой. «Отобрано 856 проф, из них несоответствующих генетическим нормативам 16, что составляет 1,8% на сегодняшний день. По всем несоответствующим пробам проведены мероприятия. Отобрано повторно и проведена дезинфекция источников. Обработка источников водоснабжения и территории, подвергшейся подтоплению, должна проводиться организациями, имеющими специальное разрешение и средствами, которые разрешены для применения на территории Республики Казахстан». Департамент санитарно-эпидемиологического контроля призывает граждан перед наводнением своевременно расчистить двор от снега, произвести очистку и уборку территории от накопившегося мусора, не допустить подтопления хозяйственных построек, а также сделать водоотводные канавы в подворье, запастись в достаточном количестве питьевой водой на случай, если колодцы станут неприкодными, а водоотвод перестанет функционировать. Кроме того, не забывать соблюдать личную гигиену, особенно после контакта с загрязненной водой. Маляка Мухтарова, Аян Мухтарула, телеканал «Семей». В реабилитационном центре города «Семей» прошел мастер-класс с участием высококвалифицированного эксперта из Германии Бубат-терапевта Моники Англер и врача высшей категории детского невролога-реабилитолога Гульжан Шалбарбаевой. Ровно один год назад по специальному поручению главы государства был открыт реабилитационный центр для лиц с инвалидностью на 150 мест. В центре дети-инвалиды с психоневрологическими отклонениями, нарушениями опорно-двигательного аппарата и лица с инвалидностью первой и второй группы могут получить лечение и пройти реабилитацию. В нашем центре реабилитации лиц с инвалидностью проводится мастер-класс с международным участием нашего гостя Моника Англер, которая любезно согласилась приехать в наш центр практически и теоретически показать основы Бубат-терапии. Наш центр функционирует примерно около года. Центр был открыт по поручению нашего президента. Мощность нашего центра является 150 услугополучателей. На данный момент где-то обслуживается примерно 100 человек. Мастер-класс был посвящен теме особенностей метода Бубат в нейрореабилитации. Бубат-терапия – эффективный метод реабилитации пациентов с органическими поражениями головного мозга, включая церебральный паралич и последствия ишемического инсульта. Данный метод позволяет полностью восстановить двигательную активность больных разного возраста. Применять этот метод очень удобно для специалистов. Бубат-терапия используется во всех странах. Сегодняшний мастер-класс посвящен именно этой теме. Бубат-терапия – это метод, который очень эффективен и имеет очень хорошую результативность. Моника Англер – высококвалифицированный эксперт из Германии. Бубат-терапевт работает в этой отрасли более 35 лет. Бубат-терапия является нейрофизиологической концепцией, предназначенной для лечения пациентов с неврологическими нарушениями для ЛФК-инструкторов, эрготерапевтов, а также для родителей. Я очень счастлива и благодарна, что пришло очень много людей, которые готовы узнавать такой метод лечения и учиться. Эта терапия помогает тысячам пациентов по всему миру улучшить качество жизни и двигаться самостоятельно. Именно поэтому передовой опыт европейского специалиста Бубат стал хорошей и необходимой практикой для местных врачей. Проведение городской ярмарки в разных районах города стало хорошей традицией. На этот раз в микрорайоне Карагайлы прошла очередная ярмарка с участием субъектов сельского хозяйства и предприятий пищевой промышленности региона. Жителям были доступны товары по ценам производителей. В семье в микрорайоне Карагайлы по поручению Акима города прошла сельскохозяйственная ярмарка с участием сельхозтоваропроизводителей и предприятий по производству продуктов питания города семей. Товары, производимые местными товаропроизводителями, реализовывались по ценам ниже рыночных на 10-15%. Ярмарка проходит на очень высоком уровне. Благодарим Акима Горда за такую возможность. Сегодня мы привезли свою продукцию. Предоставляем все свежее – пироги, хлебцы бездрожжевые, торты премиум-класса. Подобные ярмарки стали отличной возможностью для горожан купить товары по приемлемым ценам. На ярмарке соблюдаются все санитарные нормы, рассказал руководитель отдела сельского хозяйства. Все продается по ценам ниже рыночных. В микрорайоне Карагайлы по поручению Акима Горда подобная ярмарка организуется впервые. Сдерживание цен на основные продукты питания – это самое важное. Есть товары из стабилизационного фонда. Все овощи по 70 тенге – это очень дешево. У нас есть завод «Семейхус». Яйцо куриное – первая категория по 50 тенге. Мукомольный комбинат «Ай-Ар» – рыбоперерабатывающие заводы. Участниками ярмарки стали более 10 местных предприятий, которые предоставили мучные хлебобулочные изделия, молочные и кисломолочные продукты, кондитерские изделия, товарное яйцо, рыбную, овощную и мясную продукции. В честь Дня науки отделом культуры и развития языков совместно с отделом образования и государственным музеем-заповедником Абая Жидибай-Бурелев впервые среди учителей школ прошел конкурс проектов Абайжане Алаша Руханята. Главная цель проведения конкурса – обмен опытом формирования инновационного потенциала и методов работы педагогов, развития государственного языка, а также выявления и продвижения лучших идей и проектов, предлагающих решения социально значимых проблем, таких как ответственность за воспитание подрастающего поколения, информационная грамотность. Научный проект Абайжане Алаша Руханята проводится в рамках повышения статуса государственного языка в целях совершенствования методики преподавания казахского языка в школах с русским языком обучения, а также соотнесения ее с музейной педагогикой. Участвуют учителя средних общеобразовательных школ города. При оценивании представленных проектов учитывается связь тем проектов с музеем, развитие государственного языка в соответствии с концепцией развития языковой политики Республики Казахстан, а также реализация этих проектов в школах. Сегодня мы участвуем в большом проекте нашего города. Тема нашего проекта – наследие и творчество Абая. Мы подготовили исследовательскую работу. Я считаю, что наследие Абая очень ценно и будет таким всегда для всех поколений. Моя тема называется «Языковой мост, связывающий подрастающее поколение с Абаем и деятелями Алаша». Нашей главной целью является популяризация казахского языка среди подрастающего поколения, то есть чтобы ученики уважали свой родной язык, учили его и говорили чисто. В конкурсе приняли участие учителя казахского языка, казахской литературы и истории из 15-й, 49-й, 3-й и 16-й школ, а также гимназии номер 6. Победители были награждены специальными призами отдела культуры и развития языков города Семей. Малика Мухтарова, Арайла Малиханова, Нурлан Уразалин, телеканал Семей. В Абайском районе прошел конкурс Аханов. Мероприятие было посвящено памяти талантливого поэта Дулата Аюбаева, который посвятил всю свою жизнь поэзии. В районном конкурсе приняли участие около 40 человек. Дулат Мустахамула Аюбаев родился 14 октября 1986 года в селе Кингарбайби Абайского района. В 1992 году он поступил в среднюю школу имени Шакарима в селе Кингарбайби. С 2007 по 2008 годы работал учителем казахского языка и литературы в селе Шуктал Лебяжинского района Павлодарской области. По словам учителя поэта Тулегена Жангалеева, интерес Дулата к стихам и в целом к поэзии проявился с детства. Расстояние между его школой и классом Акынов Аксункар в селе Караул составляет 5-6 километров. Он ходил туда пешком. Иногда переживал за него, особенно когда зимой поднималась метель. Однако уже тогда я думал, ребенок был одаренным. Дулат Аюбаев внес значительный вклад в образование и воспитание будущего поколения. И хотя он ушел из жизни рано, оставил после себя неизгладимый след. В честь поэта в стенах средней школы имени Шакарима открылся уголок, посвященный Дулату Аюбаеву. На мероприятии собрались мать и родственники Дулата Аюбаева, учитель поэта Тулеген Жангалеев, а также друзья. Дулат – выпускник нашей школы. В 2008-2010 годах начал свою преподавательскую деятельность именно в школе имени Шакарима в качестве наставника, а также был нашим коллегой. Сейчас мы следуем тому примеру, который когда-то показал нам Дулат, который передал свои поэтические знания ученикам. Дулат Мустахумула обладал высокими нравственными качествами, как вспоминают его друзья. В жизни его помнят как верного супруга и надежного друга. Думаю, проведение конкурса должно стать традицией. Дулат оставил большой след за собой. Школьники читают, заучивают его произведения. Также он был верным другом. Мы всегда его вспоминаем. В конкурсе приняли участие около 40 человек. Юные поэты зачитали собственные сочинения, посвященные Дулату Аюбаеву. Было заметно, что молодёжь пришла с хорошей подготовкой. По итогам конкурса главный приз завоевал сэром Серикбулула. Я участвую в конкурсе, чтобы узнать свои возможности. Мне удалось завоевать главный приз. Мы гордимся тем, что проводится такое масштабное мероприятие. Мы должны брать пример с таких личностей и передавать их знания от поколения к поколению. А также стараться самим. Победителям были вручены денежные и специальные призы. Коллектив школы планирует ежегодно проводить конкурс поэтов, посвященный памяти Дулата Аюбаева. В завершении мероприятия собравшиеся почтили память поэта и прочитали Куран. Малика Мухтарова, Рустем Хайратула, Ельжа Макзумов. Телеканал Семей. И это были все новости на сегодня. А с вами была Аселя Эйдар. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин